Слава Богу! Бог дал нам возможность сегодня быть в собрании и прославлять имя Божье. Я хочу сегодня несколько мест прочитать Писание и в конце помолиться. Так получилось, что стих, который сейчас начался, Алена начала рассказывать. Он взят из того, что я приготовил, как в начале. Первый стих – это книга Иезекииля, 36 глава, 27 стих. Бог через Иезекииля сказал такие слова. «Вложу внутрь вас, Дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Мы когда разговаривали с братьями, и у нас там, я говорил об этом, как мы живем, под благодатью или под законом? Что мы делаем? В законе живем или по благодати? Всем нравится по благодати. Но закон, он был где-то водителем ко Христу, а Христова благодать, она поглотила закон в себя. И мы сегодня, живя в благодати, живем в законе. И вот этот стих, который Бог сказал через пророка Иезекииля, в Иисусе Христе Он исполнился. И Иисус, Он исполнил полностью закон. И здесь сказано, вложу внутрь вас Дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, уставы мои будете соблюдать и выполнять. Для израильского народа выполнение заповедей было очень сложным. Хотя мы читаем и думаем, что там сложного? Не так уж и сложны эти заповеди. Но было сложно. Это мы сегодня живем, и Дух Святой, живущий в нас, дает нам возможности, силы противодействовать каким-то своим похотям, каким-то своим желаниям. Посмотрите сегодня в мир. Человек говорит, я свободна от курения. Скажите, не кури неделю. Сможет? Рабы. Человек сегодня раб своих страстей и похотей. И вот люди, живущие по закону, они жили, будучи рабами своих страстей и похотей. Но сегодня, когда мы стали христианами, Бог освободил нас от всего этого, и Дух Божий, который в нас, Он дает нам силу, Он дает нам помазание, Он дает нам власть над какими-то своими амбициями, желаниями, греховными какими-то чувствованиями. Поэтому в Израиле было очень много жертв. Люди не могли самостоятельно избавиться от каких-то притязаний. Когда пришел Иисус, Он закон, который был дан через Моисея, Он его не то что отменил, Он его усугубил. И если сказано в Ветхом Завете, не при любодействии, то Христос сказал, не смотри с вожделением. А как? И когда Христос говорил, помните, с учениками о женитьбе, то Петр посмотрел и говорит, если такое отношение к жене, то лучше не жениться. Зачем оно надо? Нет. Но в Боге это возможно. Со Христом это возможно. Свои чувства подчинить, свои инстинкты побороть, это возможно только тогда, когда в тебе есть Дух Святой. Когда ты в Боге находишься. Это то, что получили апостолы. Если во времена апостолов Иисус был среди учеников, ему приходилось тормозить их. Ему приходилось говорить нет. И Писание говорит, он запретил. Это не просто он сказал, не надо, ребята, не делайте. Написано, он запретил. Когда Иоанн подошел и говорит, хочешь огонь сведем? Мы можем. У нас есть сила. И написано, он запретил. Это был запрет со властью. Не знаете, какого вы Духа. Дух созидания, Дух устройства, Дух милосердия, сострадания. И если Петр выхватил меч и рубанул по уху в Гефсиманском саду, прошло время, и этот Петр, он пишет о любви, он идет к язычникам, он заступается за язычников. Характер меняется. В Боге это возможно. И Павел о себе пишет, я был некогда кем? Извергом. Но ты был религиозный человек, ты знал закон, ты знал все. И вдруг ты, оказывается, изверг. Да. Без Духа Святого наши животные инстинкты, они берут вверх, и мы превращаемся в извергов, в злых людей. Мы не способны прощать, мы не способны любить, мы не способны покрывать, мы можем обиды носить годами. И сегодня христиане умудряются это делать. Но если человек находится действительно в союзе Духа Святого, ему легко простить, ему легко покрыть, ему легко посмотреть на брата, на сестру, и увидеть какие-то позитивные качества, и эти позитивные качества перекроют. Иисус исполнил закон в себе. И мы видим, что евангелист описывает, я коротко прочитаю, Евангелие Луки, 3 глава, 21-22 стих. Луки 3, 21. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись молился, отверзлось небо, и Дух Святой не шел на Него в телесном виде, как голубь. И был глаз небоглоголище, Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение. И в 4 главе, 1 стих. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Его жизнь началась с водительства Духа Святого. Его служение началось тогда, когда Дух Святой на Него сошел. И далее в этой же главе сказано 14 стих. Когда после пустыни, после искушений и возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. Возвратился в силе Духа. И далее мы видим, там была гора преображения, где вся Его внутренняя натура, сущность Божественная, она вышла наружу и Он стал блистающий, светлый и ученики смотрели, боялись, а в страхе были. Что происходит? Он весь светится, Он весь блестит. Это внутренность Его освященная. Она вышла наружу и показала, кто Он есть на самом деле. В разговоре с учениками Иисус разговаривал с ними в Евангелии Иоанна, начиная с 12 главы, это последние часы пребывания Иисуса на земле, Он, разговаривая с учениками, Он дал очень много наставления им. Нам записана только маленькая часть, несколько глав. Но я верю, что там было больше сказано. И о Духе Святом, которое, то, что там сказано, мы сегодня из этого, извлекая какие-то крупицы, люди делают учения о Духе Святом. На основании того, что сказал Иисус. Что вы примете силу, что вы примете Духа Святого, я умолю Отца, от моего возьмется, вам дастся и прочее, прочее, прочее. О Духе Святом Он сказал. Я хочу, чтобы мы поняли, что ученики, принимая все это, потом на практике это все воспроизвели. Мы сегодня слышали, когда Леонид читал в Деяниях Апостолов. Они это все на практике произвели. И Петр встал и сказал проповедь. Я думаю, что все братья согласятся, что читая эту проповедь, ну ничего сильного там не находишь. Но что-то же эти слова произвели в сердцах людей, что многие люди встали, умилились сердцем и сказали, мужи и братья, что нам делать? И то, чему были научены ученики, они сказали им, покайтесь, креститесь и получите дар Святого Духа, как и мы. И Дух Святой это неотъемлемая часть христианина. Многие люди забыли сегодня об этом, не проповедуют, не говорят, но Церковь должна вернуться к тому, о чем говорили первые апостолы, первоапостольской жизни, к тому, что Дух Святой побуждает, к тому, как Дух Святой ведет. Церковь должна вернуться к водительству Духа Святого и не только служителя, но рядовые члены Церкви должны быть вводимы Духом Святым. Я хочу еще коротко скажу о цели Духа Святого на земле. Мы часто говорим о том, что Дух Святой Церковь организовывает, что Дух Святой управляет нами, но те слова, которые Христос сказал в Евангелии Иоанна, они показывают нам роль Духа Святого для меня лично и для каждого человека персонально, для каждого. Евангелие Иоанна, 14 глава, 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец Мой, Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Научит вас. Работа Духа Святого заключается в том, что Он учит нас. Кто переживал в своем сердце обличения от Духа Святого? Вот вы сделали что-то такое, грубое слово сказали, где-то приврали, может быть, еще что-то, и потом что внутри происходит? Осуждение, правда? Кто был в мире, вспомните, вас раньше это осуждало? да как пить, как здрасте, согрешил и забыл, но когда ты христианин, Дух Святой, ты не прав, не нужно, покайся, осветись. Одну церковь, которую я еще веду в Хасфорте, был момент, когда в начале служения наших встреч первых, люди говорили, что мы никогда тебе исповедоваться не будем, мы не будем говорить, признаваться, мы Богу это сказали и достаточно, но прошло время, может быть, пару лет прошло, и некоторые люди стали звонить, исповедоваться, приезжал где-то, беседовали, и люди просили прощения у Бога, почему? А потому что то, что было сокрыто глубоко внутри, вдруг при освящении, при приближении с Богом, оно выходит наружу, и оно не дает человеку покоя, и Дух Святой побуждает, человек ночью просыпается, говорит, я спать не могу, оно меня терзает, казалось бы, когда неверующая была, то оно даже не вспоминалось, сделало и сделало какое-то дело, а сейчас, чем ближе к Богу, тем оно ярче становится и груст какой-то давит, и нужно исповедание, приехали, помолились, побеседовали, через какое-то время, как спите, прекрасно, Бог освобождает, Дух Святой, Он тот, Который учит нас, что что-то в тебе не так, тебе нужно на беседу, и я бывал, мы беседуем, бывая с человеком каким-то, разговариваешь, и человек говорит, вот у меня такое состояние, я не знаю, почему это, не знаю, и ты сидишь во время беседы, вдруг тебе ложится в сердце какой-то вопрос задать, ты задаешь вопрос, и человек сидит на тебя, смотрит и думает, и начинает отвечать, да, было, вот это, вот это, вот это, вот это, и это, оказывается, это тот капкан, в котором человек глубоко сидит, иногда беседуя с людьми, мы уходили даже в детство, подростковый такой период, когда мы беседовали с человеком, и человек говорит, у меня нет, не понимаю, почему агрессия происходит, на детей, вдруг ни с того, ни с сего, копались, копались, ушли в детство, казалось бы, вещи, которые люди делали многие, из многих людей, когда котят топили, помните, в Советском Союзе, котят, или щенков, а кому-то нравилось обливать бензином, поджигать и смотреть на это, прошли годы, и вот эта злость, которая делалась в подростковом возрасте, она вылилась на детей, на подростков своих, и Дух Святой, человеку не дает возможности спокойно спать, что-то происходит, Дух Святой учит, надо от чего-то освободиться, а от чего человек не знает, и беседуем, говорим, мы приходим, что нужно вытащить это все, положить это пред Господом, помолиться, и Бог освобождает, но это делает Дух Святой, его задача научить, в Евангелии, я не буду уже читать, но в Евангелии Луки, в 12 главе, в 12 стихе, там сказано, что когда вас подставят пред правителями или где-то, не заботясь о чем говорить, ибо Дух Святой научит вас, научит, что сказать в тот момент, обязательно, есть много свидетельств, я думаю, вы знаете их, во время Советского Союза, когда братьев судили, и ставили перед правителями какими-то, или перед судом, и Дух Святой говорил им, что сказать, и они говорили, и люди закрывали рты, люди молчали, не могли ничего противиться, когда Дух Святой сошел на Стефана, и перед ним стоял Синедрион, люди знающие, люди авторитетные, элита общества, но Стефан стоял и говорил, они скрежетали зубами, а сделать ничего не могли, потому что на нем пребывал Дух Святой, Матфея 28 глава 19 стих, слова Иисуса перед тем, как Он возносился, и Он сказал, идите и научите все народы, а чему учить? То, чему Я вас научил, то, что Я вас посеял, а как это учить? Я прочитал в Евангелии Иоанна, ибо Дух Святой, Он научит всему, и напомнит вам все, что Я говорил. Он напомнит вас, а вы будете дальше учить. И сегодня церковь строится, люди в этом участвуют, проповедники, служители, братья, сестры в этом участвуют. Бог берет в удел людей и через них учит. Но нужно сегодня братьям, служителям, сестрам, кто занимается даже воскресным учением или еще каким-то служением, быть в Совете Духа Святого, чтобы правильно научить ребенка, чтобы правильно научить церковь, чтобы когда вы ходите сюда петь молодежь, чтобы пели под помазанием Духа Святого, чтобы когда вы берете инструмент в руки, он звучал, и Дух Святой мог действовать. Вспомните пророка Елисея, который когда-то был с царями, и они, цари стоят, и один из них говорит, все, нам конец, собрал Бог пять царей, чтобы погубить на этом месте. И вдруг Елисей говорит, позовите мне гуслиста. И когда гуслист играл, Дух Святой сошел на него, и он начал пророчествовать. От пения очень много зависит, как Дух располагается к молитве, как Дух располагается к словословию Бога. Многое зависит от певцов, от музыкантов. Поэтому в Библии мы находим в Писании, что это люди были посвященные Богу, люди, которые следили за собой, люди, которые наблюдали за своей жизнью. И они, когда шли в служение, они готовы были. Давид, будучи исполненный Духа Святого, написал хорошие слова. Когда идешь в Дом Божий, не когда ты идешь на рыбалку, отдыхать, в сауну, или еще куда-то, когда ты в Дом Божий идешь, наблюдай за ногой твоей, и пусть сердце твое будет готово больше к слышанию, нежели к жертвоприношению. Наблюдай за собой над своей внутренностью. Мы переносимся в Новый Завет, и апостол Павел пишет Тимофею, наблюдай за собой, вникай в себя, в учения, занимайся этим постоянно, поступая так, спасешь себя. И кого? Не весь мир, а те, которые вокруг тебя будут. Кто будет слушать тебя? Мы сегодня, Леонид говорит, мы можем выйти на площади, мы можем говорить, но те, которые будут слушать, те, которые поверят, они будут спасены. И это простая формула, которую Иисус дал. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. И мы не имеем любви больше, нежели у Бога. Это самообман, если кто-то думает, что он имеет любви больше, нежели Бог имеет. Да, мы сожалеем, когда мы видим наших родных или близких, которые еще не с Господом. Мы можем плакать, мы можем переживать за них. Но зависит от человека, подчинится он голосу Духа Святого или нет. Дух Святой дает слово. Ты приходишь, говоришь, и ты иной раз чувствуешь помазание. Я иногда смотрю, вот по залу, даже у нас в церкви, или где-то бывал, проповедуешь, смотришь, какой-то человек сидит, у него слезы, кто-то сидит, вытирается, Дух Святой касается. Так выходи на покаяние. Нет. Что-то держит. И вот это что-то в конечном итоге не впустит в Царствие Божие. Одно маленькое, какой-то маленький якорь не впустит в Царствие Божие. А Писание говорит, мы должны быть свободны. Где Дух Господень, там свобода. Бог нас призвал к свободе. И сегодня нам исполнить закон легче, чем израильскому народу. Нам не надо приносить жертвы, проливать кровь. Нам не надо покупать этих ягнят. Мы сегодня приходим к Господу. И если нужно осветиться, мы просим прощения. Если нужно помазание, мы просим у Господа. Если нужно благословение, мы просим у Господа. И мы можем в тайной комнате, мы можем в машине, мы можем в пути, мы можем даже в бассейне, или еще где-то находясь, мы можем славить Бога. Я несколько раз получал в своей жизни откровения, тогда, когда ты целый день в рассуждении, в работе, знаете, в состоянии таком, ты суетишься, но ты о Боге думаешь. Бывали такие моменты, когда тебе не надо голову напрягать, и ты просто делаешь механически уже своими руками. Приходишь домой, но ты постоянно в мысли, я заложу, извиняюсь, в ванну, и когда ты расслабляешься, уже все, знаете, суета вот эта ушла, и вдруг приходит откровение, и местописание просто в несколько секунд выстраивается, ты видишь мозаику, картину, которая была в голове целый день. И ты понимаешь, готовая проповедь лежит, а ты лежишь в ванне, а Духу Святому без разницы. Иисус сказал, Отец мой ищет поклонников Богу не на горе, не в храме, а в Духе и в истине. Я много раз переживал присутствие Божия за рулем. Когда ты едешь, никого нету, ты молишься, и тебе посещение идет, у тебя слезы застилают глаза, какое-то приходит вдохновение, ты начинаешь молиться, ты начинаешь славить Бога, ты начинаешь петь, а Дух Святой где-то или обличит, или утешит, или вразумит. Однажды на работе работал, это было такое состояние, не очень хорошее, духовное. До этого был момент, когда было шесть дней поста, ну, я каждый день постился, только вечером принимал пищу, а так, за одного человека. Он был в плохом состоянии, и за него, и он вышел из этого состояния, все благодарили Господа. Прошла, наверное, две недели, и я стою, работаю, а у меня на душе, знаете, как говорят, кошки скребут. Я стою, работаю, лакирую, а так, через дорогу, ну, напротив меня стоит еще мужчина, он с другой стороны лакирует, ну, пылью напыляли. Я стою, и мне так противно на душе, я, это где-то было 9 утра, уже, начало 10-го, я взмолился, говорю, Господи, я устал. Я молился за других людей, но сделай так, чтобы кто-то помолился за меня. Я не знаю, как это действует, я не знаю, кого Бог побудил в этот момент. Это было, ну, начало 10-го, я помолился так, я стою дальше, работаю, я даже сам не заметил, как без 15, я потом на часы посмотрел, без 15 и 10, я когда работаю, лакирую, и я пою, и у меня, знаете, улыбка на лице, я так блаженствую, пою, лакирую, а этот мужчина на меня смотрит, смеется, думает, что-то не то с человеком. И где-то через полчаса я поймал себя, у меня настроение поднялось, а это значит, кто-то за меня молился. Бог кого-то побудил, кто-то встал на колени, или может быть, просто молился, Духом Святым. Писание говорит, когда мы Духом молимся, мы тайно говорим Богу, и Бог кого-то побуждает, и кто-то за меня молится, а у меня настроение пришло, и настроение пришло на целый день. Я это когда осознал, я понял, Господи, Ты меня не оставил. Сатана пришел, пытается забрать радость, вспоминать проблемы, принес, знаете, трудности, вот ты в каком состоянии, а где Бог? Но когда кто-то помолился, я понял, что Бог не оставил, Бог услышал молитву, у Бога есть сосуды, которые Бог поднимает, может быть, за три девять земель, но кто-то за меня помолился, и ко мне пришла свобода. Слава Богу! Мы призваны к тому, чтобы говорить, учить других людей, но без помазания, как Леонид говорил уже, мы будем только надмиваться. Знание написано, надмивает, а благодать Духа Святого, она эти знания наполняет, наполняет, и оно растворяет в человеке, благословением. И то, что говорил апостол Петр, уча, или же проповедуя, оно побудило людей, принять Иисуса, три тысячи человек, умилились сердцем, и покаялись. Разве это не благословение? Это сила Духа Святого, это помазание от Господа. Дух Святой учит сегодня нас, с вами, каждого в отдельности, лично каждого, на личностном уровне. Кого-то через какое-то откровение, кого-то через Слово Божье, кого-то через людей, через служителей, может быть, через братьев, сестер, кого-то через обстоятельства, кого-то через детей, кого-то через болезни, и много можно перечислять. Если мы хотим изменения в своей жизни, в духовной, и сказали, Господь, помоги, Бог начнет действовать. И не всегда это будет нам приятно, действие Божие. Иногда это будет через болезнь, иногда через скорбь, через трудные обстоятельства. Иногда кто-то придет и нас против шерсти погладит. Иногда это будут служители, иногда будут братья, иногда наши жены, иногда наши мужья, иногда наши дети. Я уже как-то сказал, что говорил, был момент в нашей жизни, когда мы с женой сидели, так, ну, разговаривали на повышенных тонах, а наши дети были помладше, еще старший сын, ну, лет семь, наверное, тогда был, он выходит из комнаты, они там играли, ничего не казалось бы, не слушали, но он выходит из комнаты, смотрит на нас, проходит, идет в туалет и бросает фразу, а разве верующим можно так разговаривать? И пошел. А меня как будто бы облили холодной водой. Я понимаю, что его устами Бог ко мне проговорил. Ребенок сказал, просто такое слово, ни с того, ни сего, а разве верующим можно так разговаривать? И пошел. А мы сидим друг на друга. Дух Святой, Он учит, нам нужно быть внимательными. И если мы внимательно слышим это, мы распознаем голос Духа Святого. Это может быть ребенок, это может быть коллега по работе, не верующий совсем человек. Но он может сказать. У некоторых людей в жизни ослицы говорят, чтобы остановить в чем-то. Вопрос хочу задать всем нам Церковь должна быть вводима Духом Святым Но хотим ли мы этого? Если хотим, то нам надо открыть свое сердце для Господа Нам надо открыть себя и сказать, Господь, я хочу Но учение Божие, когда Бог начнет работать с нами Будут опилки лететь с нас, стружка будет сниматься Бог будет нас обрезать в чем-то И это не всегда приятно, мы будем плакать Последний пример В церкви как-то еще лет, наверное, около десяти назад Я сказал, братья и сестры, у кого есть кричащая нужда, скажите, мы будем молиться Ну, напишите бумажку, вот что вы хотите сегодня Вот ваша первая нужда И люди начали писать Спасение детей Кто-то там получить еще что-то Еще что-то, еще что-то Кто-то крещение Духом Святым Я тоже написал записку И положил, мы все это положили в коробочку И каждое молитвенное служение Вторник у нас Я поднимал это вверх И молился с этой коробочкой за эти нужды Я написал Ты думаешь, что я им сделал И вот я неделю вот в таком состоянии, знаете, думаю, что происходит Кому я перешел дорогу, где я согрешил, в чем И вот к тебе просто вот такое отношение, негативное, нехорошее Прошла неделя Опять вторник Я молюсь И мне просто осенило Ты просил любви? Давай, проявляй ее Как ты ее проявишь, если тебя никто не пнет Тебя никто не стукнет Тебе на ногу никто не наступит Как ты проявишь свою любовь? Вот она и взялась в мое сердце Братья и сестры, я вас всех люблю Нет, тебе надо пинка дать, чтобы ты простить умел Тебе надо, чтобы кто-то на тебя сплетню какую-то сказал Чтобы ты это мог пропустить через себя И потом на этого человека посмотреть с любовью Вот где проявляется любовь И когда мы просим, Господи, работай со мной Нам нужно приготовиться, что Господь возьмет в руки Или рубанок, или ножницы и начнет Сынок, доча, держись Но в конечном итоге Вы принесете больше плода Пусть Бог в этом поможет Друзья, я так понимаю, что Я у вас Это последнее служение Где мы увидимся Если Бог даст возможности и силы Здоровья и милость Божья будет То, может быть, еще когда-нибудь увидимся А если нет, то нет Но хотелось бы в молитве Я хочу просто благословить вашу церковь Чтобы ваша церковь Она была Вадима Духом Святым Чтобы вы все Независимо от того Служителя, неслужителя, проповедники Сестры, братья Имели правильно Отношения с Богом Прежде чем будете что-то делать Будут у вас какие-то членские Будут братские Молите, чтобы Дух Святой Управлял вами Чтобы вы друг друга не ранили Не нанесли друг другу Какую-то боль Иосиф Иосиф когда-то Благословляя своих братьев Сказал ему такую фразу Не ссорьтесь на дороге Вы на дороге в Царствие Божие Не ссорьтесь Не имейте друг на друга обиды Даже если Склоки какие-то Какие-то переживания В вас Не имейте Не храните это долго в себе Я благодарю Бога Что у нас Ну мы с братьями так У нас какие-то бывают Ну Спорные вопросы Но я благодарю Бога Что как-то друг друга вмещаем Покрываем И Даже если у нас что-то Происходит Я верю Что Бог дает возможности И Я доверяю братьям Что они говорят У меня нет обиды Мне нет огорчения Я хочу чтобы мы были все свободны И Бог этого хочет Чтобы в нас не было Друг ко другу претензий Чтобы мы друг друга не укоряли Не унижали Не оскорбляли Поэтому мое пожелание для церкви Живите в помазании Духа Святого А Иоанн пишет в своем послании Дух который в вас Он сам вас научит Он сам вас научит Пусть вас Бог благословит Давайте мы помолимся Аминь